Добрый вечер! В эфире информационная программа новостей дня. Я ее ведущий Максим Самойлов. Прямо сейчас расскажем о наиболее заметных событиях региона. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Памяти первого космонавта. День рождения Гагарина в Оренбурге отметили выставкой и флешмобом. Футболисты Оренбурга вернулись с победой над Ярославским шинником. Итог встречи 4-1. И начнем с информации о погоде. Морозы до минус 30. Оренбуржье ждет очередное похолодание. Заметное понижение температур, по прогнозам синоптиков, стоит ждать во второй половине недели. Область находится под влиянием очередного атмосферного фронта. Его вместе с обильными осадками в виде снега несет с собой северный циклун. Такая обстановка приведет к заметному усилению ветра. Местами его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Метеорологи предупреждают о возможных метелях и снежных заносах на дорогах. Ближе к четвергу осадки начнут смещаться на восток. От запада на регион опустится холодный воздух. Температура уже непосредственно в четверг. В ночь у нас составит где-то 15-20, местами до 28 градусов. То есть низкая достаточно температура. Осадки у нас в четверг останутся преимущественно только на крайних восточных районах области. Начиная с пятницы осадки прекратятся во всех районах области. Ветер стихнет. Низкие ночные температуры до минус 30 продержатся вплоть до воскресенья. По данным Семноптиков, среднесуточная температура в эти дни будет на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Непогода накануне стала причиной большого числа дорожно-транспортных происшествий по всей области. Десятки автомобилей застряли в снежных заторах. Обзор происшествий подготовили мои коллеги. Все подробности далее. Самая крупная авария произошла 8 марта в Солилецком городском округе. На автодороге Оренбург-Акбулак столкнулись семь легковых авто. Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы достать одного из пострадавших из искореженной машины. А близ Номатроицка было затруднено движение для 20 машин. Причина – заснеженная трасса. Спецтехника с расчисткой дорог не справлялась. Однако эвакуация людей в пункт временного размещения не понадобилась. Около 7 часов вечера все автомобили смогли продолжить движение самостоятельно, сообщают в пресс-службе УМВД Паренбургской области. Ситуация на автодорогах региона в эти выходные была очень сложной. Несколько раз спасателям и полицейским приходилось помогать водителям большегрузов. Так, в Гайском городском округе Скания перегородила дорогу. В результате 17 машин не смогли проехать. Лишь спустя некоторое время, после того, как фуру убрали с дороги, движение было восстановлено. А в Новоорском районе водитель «Вольво» не вписался в поворот и съехал в Кювет. Как позже пояснил мужчина, он не учел вес груза и дорожные условия. Полицейские организовали спецтехнику и автокраны, так как была вероятность повредить хрупкий груз. Внутри находилась стеклотара. Однако этого удалось избежать, после чего водитель отблагодарил полицейских и продолжил путь. 9 марта в областном центре около 7 часов утра произошло смертельное ДТП. 36-летний водитель иномарки, двигаясь из Оренбурга в сторону подгородней Покровки, сбил пешехода. Он перебегал дорогу. Мужчине около 55 лет. От полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Наталья Мороз, Игорь Бероев. Новости дня. На автомобильном мосту через реку Сакмара у поселка имени Ленина начались ремонтные работы. Движение через путепровод организовано по одной полосе. В часы пик автомобилистам здесь приходится много времени проводить в пробках. Мост, построенный в 70-х годах, сейчас находится в высокой степени износа. Реконструкция будет идти сначала по одной стороне, затем по второй. Известно, что будут демонтированы старые бетонные балки и уложены новые. Укреплены мостовые опоры, полностью будет переделано освещение. Работы продлятся до 1 декабря 2022 года. Стоимость работ составит порядка 800 миллионов рублей. К другим темам. Учительницу уволили за жалобу на низкую зарплату. Экс-преподаватель гимназии Тотского района в суде пытается отстоять свои права. В 2016 году заметила, что зарплата сократилась больше, чем в два раза. Когда начала жаловаться в различные инстанции, получила расчет. Ее уволили за прогул. Почему на протяжении трех лет учитель русского языка вынужден обращаться в суды различных инстанций? Все подробности у Анны Немых. Людмила Симонова 38 лет проработала в школе. В сентябре 2016 года заметила, зарплата у нее и коллег сократилась сразу на 55%. Начала выяснять, в чем причина. Оказалось, им отменили все стимулирующие надбавки. Жалобы к руководству школы, в районное отделообразование и министерство ни к чему не привели. В апреле 2018 женщина решила обратиться в приемную президента. Я взяла отпуск за свой счет 11 и 13. А 12 числа у меня был методический день по локальному акту гимназии. Я купила билеты. Они меня предупредили, что сейчас идет видеозапись для быстрейшего рассмотрения дела. Она будет отправлена к губернатору. В конце апреля эту ситуацию уже обсуждают на одном из федеральных каналов. А 3 мая Людмила Симонова получает расчет. Ее увольняют за прогул 12 апреля 2018 года. Прогул был сфабрикованный. В последний день переносит расписание, меняют. Якобы заболели учителя, некому проводить уроки. И ставят ее в ее методический день. Имеется справка от ЦРБ, запрошенная, о том, что данные лица не обращались в больницу. Ни анализы не сдавали, ничего. И они пришли на уроки, проводили свои уроки. На протяжении трех лет экс-учительница пытается отстоять свои права. Тотский суд, апелляция в Сорочинске. Но везде получает отказ. Это только часть документов, которые уже наизусть знает ответчица. Женщина утверждает, к делу не приобщены важные доказательства. Расписание занятий, где у нее нет уроков. 12 апреля. И тот самый больничный педагога, замещать которого должна была. Эти документы находятся у директора, но она их не дает. Потому что, если она их представит, эти документы подлинники, то это будет доказательством того, что я не прогуливала уроки 12 апреля. Они состряпали мне это увольнение, сфабриковали. И я не могу доказать. Следователь ходит, доказывает, моих уроков нет. Почему я страдаю, а не директор, которая нарушила процесс увольнения? Почему это происходит? Сегодня очередная апелляция, но уже в Оренбургском областном суде. Ни сторона обвинения, ни служители Фемиды не находят поводов для пересмотра дела. Постановление Сорочинского района Сударинбургской области от 15 февраля 2021 года, которому частично удовлетворена правильность замечания на протокол системного состояния, принесенной заявителем Семена, оставить без изменения. Апелляционные жалобы заявителей, основные и дополнительные, без удовлетворения. Решение суда уже вступило в законную силу. Однако Людмила Симонова не готова с ним мириться. Женщина собирает документы для обращения в аппарат, уполномоченного по правам человека. И если потребуется, то Верховный суд. Анонимы Семен Воробьев, Новости дня. Ручей сточных вод и неприятный запах канализации. Жильцы нового жилого комплекса в поселке Кушкуль бьют тревогу. Они живут в домах не больше года, а уже столкнулись с большими проблемами. Они даже не могут выяснить, подключен их дом к городским сетям или нет. В ситуации разбиралась Ольга Энгельс. Пожалуйста, у нас по новой пошла вода с канализацией. Дышать нечем. Вот, пожалуйста, уже идет к подъезду. Улица Просвещения – новый жилой комплекс. В этих домах даже не все квартиры заселены. А жильцов уже беспокоит канализация. Несколько раз в неделю колодцы переполняются, и зловонная жижа вырывается на поверхность, рассказывают люди. Это с декабря месяца, раньше, да, раньше, всю зиму, ну почти. Вот это мучение. Дети здесь у нас играют. Они ведь по грязи, по луже, запах идет в дом. И это все идет за дом, там все это скапливается. И также может это все в подвалы жить. Как бы мы боимся за то, что там все сырость, сами понимаете, уже мокриться начинают там. Сточные воды беспокоят весь квартал. Они стекают по дороге, мимо нескольких домов и задерживаются во дворах. Сейчас все это замерзло. Но люди переживают, что с наступлением тепла грязный лед начнет таять. И от неприятного амбре будет не спрятаться ни на улице, ни в квартире. Я вызываю водоканал, постоянно выслушиваем. Приезжают, то есть я начинаю выслушивать, что мы не относимся. На балансе мы не стоим. Колодцы у нас тоже считаются бесхозными. Хотя мы за канализацию платим. Люди неоднократно обращались за помощью. Специалисты заявляют, что проблема в насосах канализационной станции, которая обслуживает эти дома. Нужно три исправных, а работает только один. По словам специалистов жилого комплекса «Каскад», они передали инженерной сети еще в прошлом году на баланс городской администрации. Но в проблеме есть вина и самих людей. Основная проблема в том, что жители бросают тряпки, памперсы, трубы, трубы забиваются. Это основной момент в этом плане. Потому что все же привыкли, когда центральная канализация у всех бросает туда, что хочешь. А тут стоит КНС, соответственно, чувствительный, так сказать, в таком мусоре. Согласно письмам из администрации, которые приходят в ответ на обращение жителей, сети готовят к передаче водоканалу. Но там готовы принять только технически исправный объект. Требуется прочистить трубы, а главное – достроить канализацию до городских сетей и присоединить к ней. Куда стекают сточные воды из этих домов, ресурсоснабжающие организации не уточнили. Когда завершится процесс передачи, пока неизвестно. В городской администрации заявляют документы на стадии подготовки. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Новости дня. Сейчас прервемся. Вот о чем пойдет речь далее в программе. Эксперты подсчитали индекс блинов. Любимое лакомство россиян подорожало на 3%. Памяти первого космонавта. День рождения Гагарина в Оренбурге отметили выставкой и флешмобом. Футболисты Оренбурга вернулись победой над Ярославским шинником. Итог встречи 4-1. Это новости дня. Мы продолжаем. Эксперты подсчитали индекс блинов. По данным исследования, за год килограмм главного символа масленицы подорожал на 3%. В Центробанке подсчитали, чтобы приготовить стопку блинов на семью из четырех человек в Москве и Подмосковье, придется потратить от 110 до 125 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость блюда немного выросла. Сказался рост цен на сахар и муку. А вот цены на молоко с прошлого года почти не изменились. Почитали эксперты и среднюю стоимость блинов в российских кафе. В среднем по стране пообедать блинами с начинкой стоит 179 рублей. Дороже всего порция блинов в Москве – в среднем 192 рубля. При этом заказать килограмм блинов без начинки в Москве стоит от 500 рублей. В Оренбурге это обойдется дешевле – в среднем от 250 до 300 рублей за килограмм. На стоимость некоторых продуктов может влиять и курс валют. Актуальные данные Центробанка вы видите на своих экранах. И в продолжение темы. Масленица в самом разгаре. Однако в Оренбурге массовые гуляния отменены. Отмечать всенародно любимый праздник не будут в связи с ограничениями, введенными в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Но несмотря на это, праздновать в домашних условиях можно. Печь блины и встречать весну. Сегодня второй день масленичной недели. Его называют «заигрыш». Наши предки в этот день соблюдали особые традиции. По традиции в это время парни и девушки присматривали себе будущего мужа или жену. Обменивались любовными посланиями, заигрывали друг с другом. Если пара уже посватана, на заигрыше объявляли о помолвке. Также в этот день приветствовались шутки, потехи и увеселения. Если на начало масленицы в основном сидели дома, то на второй день начинали активно ходить в гости и играть в подвижные уличные игры. Считалось, что чем веселее проведешь этот день, тем лучше. Ведь, по поверью, если человек на заигрыш грустит, весь год он проведет в тоске. Всю неделю на стол ставятся блины с различными начинками для своих близких и любимых. И заигрыш не исключение. В этом году масленица пришлась на вторую неделю марта и завершится 14 числа, прощенным воскресеньем. У православных со следующего понедельника начинается Великий пост. 9 марта – день рождения первого космонавта Земли. В областном центре прошли памятные мероприятия. Юрию Гагарину исполнилось бы 87 лет. В библиотеке имени Крупской состоялся музыкальный флешмоб. Юные артисты и посетители исполнили песни, написанные в честь первого летчика-космонавта. Здесь же в фойе здания расположилась тематическая выставка. Она рассказывает о истории жизни Юрия Гагарина – от рождения и школьных лет до первого полета в космос. На стеллажах представлены газеты той эпохи, редкие фотоснимки из закрытых архивов и любимые книги первого человека, побывавшего на орбите Земли. Напомним, Юрий Гагарин проходил обучение в Оренбургском летном училище. В то время он еще юным парнем с молодой женой Валентиной жил в небольшой квартире в центре города. В этом году, к 60-летию первого полета человека в космос, в областном центре после большой реставрации начнет работу Дом-музей семьи Гагариных. Открыть музей в администрации города планируют к 12 апреля. В Оренбургском районе состоялся ежегодный лыжный Нежинский марафон. Традиционно одним из организаторов спортивных соревнований стало общество «Газпромдобыча Оренбург». Совместно с администрацией Оренбургского района и областной федерацией лыжных гонок. Участие в забеге приняли несколько сотен человек. Подробнее в нашем следующем материале. Чтобы наше село весело, чтобы наш каравай. Вот так весело с танцами и песнями открывается Нежинский марафон. Нежинская поляна собирает поклонников зимнего вида спорта в 51-й раз. Все спортсмены-лыжники ждут этого мероприятия. Стал межрегиональным и даже, наверное, этот марафон международным. Потому что участники-лыжники в Казахстане участвуют ежегодно. Марафон в Нежинке – это открытый чемпионат области. Состав участников всегда внушительный. В этом году марафон встречает лыжников из 22 муниципальных образований области, а также гостей из соседней Башкирии. Активные участники забегов и газодобытчики. Праздник спорта проводится при поддержке общества «Газпром Добыча Оренбург». «Газпром Добыча Оренбург» всегда был активным участником спортивных мероприятий, потому что это здоровый образ жизни. Это один из приоритетов для наших работников, нашей компании. Тех, кто с девизом «За здоровый образ жизни» проводит свободное время вдали от городской суеты, в этот раз собралось более 400 человек. Это спортсмены и любители, студенты и ветераны. У нас, так скажем, организовались такие хорошие коллективы, начиная с ГПО. Так что пока в компании, пока в команде, пока, так сказать, все мы дружные, крепкие. Мы стараемся, чтобы все хорошо было, чтобы спорт развивался, чтобы молодежь в наш пример брали. В марафоне участвуют лыжники семи возрастных категорий. Длина трассы зависит от возраста участника – от пяти до тридцати километров. Александр Гусев из опытных лыжников. В своем забеге финиширует в числе призеров. Занял третье место. Мог бы лучше. Став пенсионером, стал профессионально заниматься. Знаю, как делать лыжи, знаю, как тренироваться. Осталось только выигрывать. Так, с шутками, хорошим настроением и задором лыжники провели свой выходной. Если работать, то с полной отдачей. Если отдыхать, то активно и позитивно. Газодобытчики сами придерживаются этой тактики и мотивируют других следовать ей. Анастасия Кубатко, Владислав Горбунов. Новости дня. О спорте. Футболисты Оренбурга наконец-то порадовали своих болельщиков. Наша команда на выезде одержала крупную победу. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Максим. Оренбуржцы горели желанием доказать случайность домашнего поражения от факела. И шинник, занимающий последнее место в таблице, как нельзя лучше подходил для реабилитации. В Ярославле наш тренерский штаб выставил атакующую модель. В три защитника и в три форварда. Гости открыли счет уже на третьей минуте. Свой первый мяч за Оренбург, а в сезоне 13-й, забил новичок клуба Дмитрий Воробьев. Спустя четверть часа после стартового свистка результат удвоился. Отличился Николай Прудников. Фактически перед воротами у нас Самодин забивай гол. 1-0 ведешь. И тут же обратная атака. И удара не было. Легкий гол пропустили. И второй через вратарь спорта пошел. Наши не сбавляли активность и создавали момент за моментом. Сразу после перерыва Воробьев оформил дубль. В середине второго тайма четвертый мяч в хозяйские ворота отправил Андрей Козлов. Таким образом голы забивали те, кому и положено, нападающие. А вышедший на замену еще один форвард Фомие также имел пару прекрасных шансов, но не смог их реализовать. В уже добавленное к матчу время хозяева размочили счет, воспользовавшись бездействием наших защитников. Как будто ждущих финального свистка. Но на общий итог это не повлияло. 4-1. Уверенная победа Оренбуржцев. Нам получилось как бы первым забить гол на 1-0. Ну и потом, можно сказать, второй-третий атак по фланговой игре. Мы забили второй на 2-0. И, можно, этот второй гол нам дал большой спокойный. Такой большой спокойный. Крупные победы это, конечно, хорошо. Но вообще-то оренбуржцы сделали, что и должны были. Обыграли безнадежного аутсайдера. Вот следующий соперник посерьезнее будет. Сосед по турнирной таблице Торпеда. Москвичи в минувшем туре неожиданно дома проиграли Чайки. И оттого злы вдвойне. В других интересных нам матчах крылья разнесли Чертаново 5-0. А Нижненовгород в Астрахани не смог отдалить Волгаря 1-1. И теперь опережает Оренбург всего на 2 очка. После заслуженной победы футболисты поспешили поделиться хорошим настроением. Накануне женского праздника игроки Оренбурга Гошев, Копленко и Фомие провели необычную тренировку с баскетболистками клуба «Надежда». Шиловой, Жедик и Лагуновой. Спортсмены встретились на фехтовальной дорожке клуба «Гравитация». После инструктажа от президента областной федерации фехтования Эрнста Хамзина футболисты скрестили шпаги с баскетболистками. Специалисты двух игровых видов спорта попробовали свои силы в третьем, индивидуальном. Поединки прошли в полной экипировке и защитной амуниции. Баттл получился отнюдь не шуточный. Победила, конечно, дружба. А в завершение мужчины вручили букеты прекрасным девушкам. Предпоследний 25-й тур регулярного чемпионата Суперлиги волейболисты «Нефтяника» проводили в Нижневартовске с Югрой Самотлором. Югорчане обеспечили себе выход в плей-офф. Наши, напротив, давно потеряли шансы. Зато могли играть без оглядки на результат. В итоге, как и дома, оренбуржцы проиграли 1-3. Но при этом показали достойный атакующий волейбол. Матч стал по-настоящему равным. В первом сете «Нефтяники» вели 19-15, но в концовке наошибались и уступили 23-25. Зато вторую партию оставили за собой 25-21, а третью отдали с таким же счетом. В четвертом сете у наших даже был матч-болл 24-23. Опять концовку решили ошибки. Хозяева допустили их меньше и склонили чашу весов в свою пользу 27-25. Игроки «Нефтяника» попали в лидеры статистики. Ананьев – 4 блока. Шеметихин с по-новым по 3 эйса. А еще диагональный Максим Шеметихин выдал одну из лучших своих игр, став лучшим бомбардиром тура с 24 очками. Гладкий розыгрыш волейбольной суперлиги завершится в это воскресенье. «Нефтяник» на родной площадке сыграет с «Красноярским Енисеем». Максим? Анатолий, спасибо. Не пропустите обзор спортивных событий в каждом выпуске программы. Ну а мы продолжаем. Фонд «Модернизация ЖКХ» подводит итоги. Члены общественного совета при фонде собрались в Оренбурге, чтобы обсудить прошедший год и злободневные вопросы. Подробности в нашем следующем сюжете. Более 900 видов монтажных работ, 740 многоквартирных домов по всему Оренбуржью. В фонде «Модернизация ЖКХ» рассказывают, в таких масштабах работают впервые. Одних только лифтов в 2020 году было заменено больше, чем за несколько предыдущих лет. Это 398 подъемников в 117 многоэтажках. У нас в этом году было заменено 400 единиц. Такого количества не менялось никогда. Тема обсуждения, итоги прошедшего года и сложности, с которыми пришлось столкнуться, делают выводы, как избежать подобных проблем в будущем. За круглым столом представители управляющих компаний, подрядных организаций и ЖКХ контроля. Общественный совет при фонде «Модернизация ЖКХ» – это орган общественного контроля. То есть это такой орган, который позволяет на одной площадке объединить все заинтересованные стороны для решения обсуждения злободневных проблем, связанных с капитальным ремонтом квартирных домов. Один из злободневных вопросов – взаимодействие фонда с управляющими компаниями. Эта проблема стала заметна при ремонте крыш. Тогда некоторые объекты оказались сняты с гарантии из-за неправильного обращения с ними. Члены общественного совета заявили, что готовы встретиться с руководством управляющих компаний, поделиться опытом, разъяснить обязанности, прийти к решению проблем совместными усилиями. Маляка Джумалеева, Семен Воробьев. Новости дня. И в завершении выпуска информация об отключениях. В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 10 марта в течение дня будет ограничена подача электроэнергии в Оренбурге. Будьте внимательны. Полный список с указанием улиц, с номерами домов и временем отключения на вашем экране. Кроме того, в среду без электроэнергии временно придется обходиться жителям поселков Каменноозерная, Визовка, Дедуровка, Хутора Степановского, Садовых, Товарищ с поселка Южный Урал. Филиал публичного акционерного общества Россети Волга Оренбург Энерго просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98-48-48. На этом все. Еще больше новостей на официальном сайте media56.ru и в наших группах в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». Я же с вами прощаюсь. До свидания. Здравствуйте. Чем порадует нас весенняя погода, я расскажу вам через несколько секунд. Домашняя горнолыжка в Гребенях объявляет о весеннем сюрпризе. С 10 марта и до конца сезона въезд на горнолыжную базу бесплатный. Склоны прекрасно подготовлены. Можно покататься на гурных лыжах, сноубордах и тюбингах. Пожарить шашлык и просто провести чудесное время на свежем воздухе большой компанией и дружной семьей. Для вас работают инструкторы и прокат качественного снаряжения. За здоровьем в Гребене. И это всего 15 километров от города. Сохраняется контраст температур между восточными и западными районами. В ближайшие сутки облачно, ночью в большинстве районов снег, в западных и центральных районах метель. Днем на востоке небольшой снег и метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. 6,11 метров в секунду порывы до 18. Ночью по области 6,11 ниже 0, по северо-западу минус 16,21, а днем минус 5, минус 10 градусов. По районам подробнее. Запад минус 16,19 ночью и 11,14 морозы днем. Центр юг ночью 8,11 ниже 0, а днем от минус 7 до минус 10 градусов. На севере ночью минус 18,21, а днем 13,16 со знаком минус. Ну и на востоке минус 6, минус 9 ночью, а дневная температура составит от 5 до 8 мороза. В выставочном зале музея изобразительных искусств по адресу улица Володарского, 13, в Оренбурге, работает выставка заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Шлююка «Лето зимой». Выставочный проект включает в себя живописные работы, выполненные на пленэрах различного уровня. На выставке представлено свыше сотни работ, написанных художником за последние 35 лет. Искусство Анатолия Шлююка ориентировано на высокие достижения художественной культуры современности. Выставка работает по 14 марта. Не пропустите! В Оренбурге в ближайшие сутки облачно, снег и слабая метель. Ночная температура составит от 8 до 10 градусов мороза, а дневная – минус 7, минус 9. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и будет расти. Фотограф Александр Мирзаханов проводит индивидуальное обучение фотомастерству в собственной фотостудии в городе Оренбурге. Учеником может стать желающий любого возраста. Занятия проводятся по индивидуальному гибкому графику. План занятий составляется также индивидуально, исходя из ваших базовых знаний, навыков и расчетов на глубину изучения фотомастерства. Телефон для записи на занятия 279738. В рубрике не только о Масленице. Это один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится 7 дней. Многие люди с трепетом ожидают наступления Масленицы. Традиции празднования, которые ходят корнями вглубь нашей истории. Сегодня, как и в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами. Самыми популярными забавами, которые раньше устраивали в селах, были кулачные бои, поедание на время блинов, катание на санях, лазанье на столб за призом и долгожданное сжигание чучела. Ровно через сутки я продолжу вам рассказывать об этом празднике. До встречи на телеканале ОРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова